Лыжероллерная трасса – излюбленное место южно-сахалинцев. Здесь отдыхают и занимаются спортом. Но встретить тут можно не только лыжников. Несмотря на запрещающий знак, по этой дороге часто ездят на снегоходах. Именно в этом месте сотрудники гостехнадзора провели сегодня очередной рейд. Нарушители не заставили себя долго ждать. Один из них уверенно направился в сторону моря, но далеко не уехал. И пока незадачливый водитель выяснял, что случилось с его вездеходным другом, инспектор тоже осмотрел снегоход. Номеров на нем не оказалось, равно как и необходимых бумаг у водителя. Мы проверили документы у данного водителя. В результате проверки выявилось, что документы у него оформлены недолжным образом. Ни регистрация, ни техосмотра. Даже удостоверение водитель умудрился забыть дома. День не задался с утра. В итоге протокол, штраф в 2000 рублей и приглашение в управление гостехнадзора. Знаем, что лыжники ходят, но все равно ездим, потому что другой дороге альтернатива есть, но до нее далеко ехать. А куда ездите здесь? На Охотское, на Лесное, на море, на рыбалку. А с документами вашими что не так? Не оформлен снегоход. Будем оформлять. Куда деваться? Штрафы большие, выплачивать не хочется. Снегоход забрать, тем более, средств площадки, это еще проблематичная. Водители снегоходов обязаны иметь удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Садясь за руль, не имея таких документов, водитель автоматически нарушает закон. Нередки случаи, когда веселые катания, даже в сопровождении опытных инструкторов спортивно-развлекательных клубов, заканчивались серьезными увечьями и даже летальным исходом. Есть категория граждан, которые в нарушении действующего законодательства управляют этими снегоходами без соответствующих документов. Снегоход – это механическое транспортное средство, которое должно быть зарегистрировано в установленном порядке в органах гостехнадзора в течение 10 дней после его приобретения. Такие рейды гостехнадзор проводит совместно с заинтересованными службами и структурами. И в этом случае штрафы грозят не только от них, но и от других государственных органов. Там двумя тысячами дело не ограничивается. И это не считая оплаты арестплощадки. Александра Накипова, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Продолжение следует...